ПЕСНЯ Во всех школах страны прозвенел первый звонок. Для первоклассников он прозвучал впервые в жизни. Это трогательный и важный момент как для самих учеников, так и для их родителей. Впереди школьная пора. Торжественная церемония начала нового учебного года прошла и в селе Баурчич Чадроновского района. Директор начальной школы Тельпис Мария поздравила своих воспитанников и пожелала им успехов. Желаю всем и ученикам, и учителям, и всем службам школы успехов, здоровья, мира, спокойного учебного года. С праздником вас, дорогие друзья. Торжественную линейку, посвященную началу 2013-го, 12-13-го учебного года, считать открытым. День знаний – это первые звонки, волнение, море цветов и белых бантов. И, конечно, традиционные тематические классные часы. В Гагаузии 2012 объявлен годом Дианиса Таносогла и Гавриила Гайдаржи. 1 сентября – это праздник прежде всего для учащихся, их родителей и преподавателей. Дорогие ребята, сердечно поздравляю вас всех с началом нового учебного года. Дорожите тем временем, который Господь отмерил всем вам провести в стенах этой школы. Это время каждый призван и учащийся осуществлять с преданностью и с любовью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Искренне говорю им большое спасибо. В первую очередь, чтобы они были здоровы, здоровья им, чтобы они не растерялись в этом сложном мире и нашли себя в этом мире, естественно. Первоклашки, которые впервые переступают в школьный порог, с интересом наблюдают за всем, что происходит на школьном дворе. Их в этот день встречают с особой торжественностью. Им только предстоит пройти по всем ступеням знаний. Мы волнуемся немножко, ведь сегодня в первый раз наша школьная дорожка привела нас в первый класс. Продолжение следует... В Баурчи Чадрунского района в этом году за парты сядут 430 детей. Баурчи – одно из крупных сел Гагаузии. Здесь проживает около 10 тысяч человек. Гагаузии впервые предложено дистанционное обучение румынскому языку. На территории автономии запущен пилотный проект, которым будет охвачено 60 учащихся. Три группы по 20 человек из разных районов смогут повысить уровень знаний и подготовиться к успешной сдаче экзаменов по этой дисциплине. Ты можешь сидеть дома в домашней обстановке, в домашней одежде изучать, или ты можешь сидеть в парке и спокойно обучаться языку. Поэтому это намного облегчает изучение языка. Никто тебя не спросит, почему ты пропустил урок, почему ты не сделал домашнее задание, или почему ты не смотришь, допустим, в тетрадь или в книгу. Поэтому это тоже облегчает вам проблему, задачу. 6 сентября в современном компьютерном классе молдавско-турецкого учебного заведения учащиеся лицея имени Губогла ознакомились с инструкцией работы в программе дистанционного обучения. Лицеисты ожидают, что знание румынского языка увеличит их шансы при поступлении в вузы на территории страны. Вообще румынская нам, конечно, понадобится в жизни и понадобится для сдачи самих экзаменов и бакалавров. Нас пригласили, нам предложили бы салатные курсы, мы, конечно же, согласились. Это вполне хорошо, что проявляют такую инициативу, помогают нам молодежи. Я планирую поступить в учебное заведение Кишинева, скорее всего, в госуниверситет, ну, в румынскую группу желательно, поэтому для меня это приоритетно, участвовать в этой программе. Лучше свои знания в Молдавском, потому что они у меня немного слабоваты, и именно для этого я решил пойти на них. Занятия на расстоянии в первую очередь будут доступны ученикам. На втором этапе этой программы могут воспользоваться и все желающие. Для этого достаточно будет воспользоваться веб-страницей авторов проекта. Сегодня в рамках рабочего совещания глава автономии Михаил Формузал обозначил свою позицию относительно инициативы некоторых депутатов парламента Республики Молдова, которые предлагают запретить советские названия улиц. По его мнению, логики или какой-либо первоочередной необходимости в этом сейчас нет. Согласно действующему законодательству, это право есть и у местных органов власти. И в случае такой необходимости они могут сами на местном уровне принять соответствующее решение. Если примарм населенного пункта вместе с советом пришли к соглашению о том, что надо переименовать одну улицу, назвать ее именем какого-то выдающегося деятеля гагаузского народа или другого народа, никаких возражений никто не мешает им его переименовать на своем совете. Зачем принимать этот закон? Ничего общего с экономическим интересом страны эта инициатива не имеет. Те, которые ее инициируют, но, видимо, людям делать нечего. Уже все вопросы в стране решены, уже везде есть канализация, водопровод, дороги, больницы все оснащены, зарплата высокая. Когда делать нечего, потом начинают выдумывать, что надо делать. Однако депутаты парламента, инициирующие закон, запрещающий советские названия улиц, настаивают, чтобы действие закона в случае его принятия распространялось на всей территории страны, включая Гагаузию. А как будет учитываться мнение гагаузской автономии? Нас что, просто поставят перед фактом, что мы в Кишиневе приняли такой закон, и вы его обязаны выполнять? Тогда зачем нужна автономия? Зачем давали автономию? Что мы не в состоянии, неужели мы, маленькие дети, не в состоянии определиться, какие нам улицы нужны? Название этих улиц. Но если и это у местных органов власти заберут, тогда возьмите на себя все функции примаров, возьмите полностью все функции на себя. Так мы говорим о децентрализации или мы говорим о централизации? По словам Башкана Гагаузии, такие инициативы от депутатов Парламента Республики Молдова способствуют эскалации напряженности в обществе. Более чем 500 делегатов со всех населенных пунктов автономии приняли участие в плановом съезде движения «Одинная Гагаузия». Форум начался с обсуждения общественно-политической ситуации в Гагаузии и в стране в целом. Представители движения акцентировали внимание на сдерживающих факторы развития автономии и обозначили приоритетные направления в своей последующей работе. Достичь единства в сегодняшних условиях – это очень трудная и амбициозная задача, потому что выгода Кишнева всегда будет состоять в том, чтобы провоцировать в автономии политические расходы и внутренние расходы. Центр всегда будет использовать амбиции местных лидеров, которые внашивают чувство реванша за прошлые поражения. Наша цель – добиться реального признания полумочной автономии. Мы хотим убедить, а если необходимо, заставить Кишнев считаться с фактом существования гагаузской автономии. Заместитель председателя движения «Одинная Гагаузия» Валерий Янеогло, затронув тему предстоящих выборов, отметил, что они проходят достаточно в сложное время. Время угроз и провокаций. Вы знаете о том, что имеется очень серьезная угроза давления олигархов, тех денежных мешков, которые сегодня считают, что деньги играют все, решают все. Вместе с тем, я могу сегодня сказать о том, что эти деньги не вполне работают в Гагаузии, потому что в Гагаузии есть еще некоторые другие начала патриотической, человечности. В Гагаузии, к сожалению, приходится одновременно переживать восстанавливать кишиневских миллионеров, которые пытаются отключить наш регион в свою бизнес-империю. Так и местных олигархов. И те, и другие одинаково опасны. Они пытаются подкупать некоторых политиков, государственные структуры, захватывая чужой бизнес. Учитывая негативные события, в период работы 4-го созыва Народного собрания Гагаузии необходимо направить силы на укрепление имиджа автономии за ее пределами. В ноябре ожидается проведение Всемирного конгресса гагаузов, заявил первый президент Гагаузской республики Степан Топал. По его мнению, в НСГ должны выдвигаться независимые кандидаты, поддержанные простым народом, а не какими-либо партиями. Ни один кандидат ни одной партии не должен дальше выдвигаться. Иначе мы никогда не добьемся того, что хотим. Иначе никогда автономия не сработает. Парламент Гагаузии должен доказать, что эти выборы, это собрание народное, переломный момент в жизни нашей автономии. Башкан Гагаузии Михаил Формузал, возвращаясь к моментам разногласий в НСГ и другим негативным политическим процессам, имевшим место быть в автономии, отметил, что те приоритетные направления, по которым была начата работа, будут продолжены. Мы шли на уступки ради самого главного – сохранения спокойствия, стабильности в автономии, зная о том, что последовательная реализация, системная реализация наших планов в любом случае приведет к положительным результатам для автономии. Он также прокомментировал события с участием унионистов. По его мнению, все эти действия направлены на ликвидацию государственности Республики Молдова. И мне непонятно, почему политическая элита Молдовы, кроме нас, стыдливо стыдится своей государственности Республики Молдова. Почему? Они что, стыдятся, что они молдаване? Они стыдятся, что они живут в Молдове? Давайте мы будем строить свое государство, Республику Молдова. Я не стыжусь говорить того, что я люблю свою Молдову. Ни один из вас этого не стыдится. В завершении работы съезда была принята резолюция, один из пунктов которой – противостояние акциям сторонников объединения с Румынией. В День знаний в начальной школе села Баурчи прошло открытие новой спортивной площадки. Согласно современным требованиям, площадка покрыта искусственным травяным покрытием, огорожена, оборудована футбольными воротами, установлено дополнительное освещение. Эта площадка нам нужна, сейчас дети имеют возможность проводить здесь свободное от занятий время, говорит директор образовательного учреждения «Тельпис-Мария». Чувствую, что детям нравится, потому что они здесь долго находятся, и вечером их нельзя разогнать отсюда. Они здесь, мне кажется, уже до 12 часов находятся. Все, им хочется играть и побегать здесь. Но для них это новое, потому что такого поля не было. И все уроки физкультуры, особенно в данное время, вот осенью будут учителя проводить здесь. И поэтому приятно им проводить здесь и игры, и эстафеты. Я думаю, что полностью, в полной мере мы используем эту площадку. Думаю, что и мне приятно, что все так хорошо, что баурчи возрождаются, что баурчи становятся на ноги. Думаю, что все мы вместе, вашими усилиями, нашими усилиями родителей, бизнесменов, мы доведем до конца. И это только начало. Константин Курдогла, историк, преподаватель со стажем работы более 30 лет, считает, что именно в школе воспитывается патриотизм и любовь к родине. И каждый человек должен приносить пользу для всего общества. Я считаю, что надо для страны своей, где ты живешь, для родины, сделать доброе, нужное дело, которое будет полезно для всех. Вот это главное. То есть патриотизм и любовь к родине. Вот эти вещи незыблемы. Огражденная спортивная площадка, построенная за время школьных каникул, это подарок детям от уроженца села Баурчи Григория Кадын. Современная спортивная площадка подходит для проведения различных игр, мини-турниров и занятий по физической культуре. Здесь могут заниматься спортом не только маленькие, но и взрослые жители села. Внесенные изменения в правительство Молдов относительно порядка выплат и компенсации социально уязвимым слоям населения направлены на изменение механизма системы адресной помощи, а не на уменьшение финансирования. Об этом заявил глава Гагаузи в рамках рабочего совещания исполнительного комитета. По его мнению, внесенные изменения позволят адресовать помощь именно тем слоям населения, которые действительно в этом нуждаются. Правительство Республики Молдовы не урезало их, не уменьшило финансирование, наоборот увеличило финансирование, но меняется порядок выдачи. Просто меняется порядок выдачи для того, чтобы исключить всякие возможности человеческого фактора применения. Заместитель председателя исполнительного комитета Гагаузи Николай Стоянов пояснил, в какой части были внесены изменения. Сейчас для всех категорий социально уязвимых слоев населения введены одинаковые критерии для получения помощи. Если инвалиды, которые получали инвалидность, они не представляли документы на право получения социального пособия, это уже ханивалось, что они в зимний период получали законные свои 300 лей и в летний период 50 лей или 40 лей, не помню точно, 30 лей. То есть сейчас республика унифицировала все это. То есть все, кто нуждается, малоимущие, кто нуждается в помощи, для всех одинаковые критерии создали. Независимо, инвалидность, многодетная семья или безработные люди. Однако проект нуждается в доработке. Так, при заполнении специальной анкеты на получение социальной помощи, в случае, если вы владеете определенными видами бытовой или оргтехники, вы можете не попасть под ту категорию, на которую распространяется социальная выплата. По словам Башка, на эти моменты необходимо учесть, они не должны быть определяющим фактором в решении о предоставлении социальной помощи и должны быть рассмотрены на заседании правительства. Людям необходимо доносить полную информацию относительно условий для получения компенсации. Неинформированность населения в этом направлении не должна быть в основании заявлений и спекуляций определенных политических сил, заключил глава автономии. Два музыкальных клипа, связанных воедино, «Идеи и талант детей национальности не имеет» были представлены на суд зрителей 6 сентября. Лидия Литвинова из Чедерлунги и Дмитрий Железогл из Керетлунги стали первыми героями гагаузского проекта «Медан Медиа». «У гагаузской девушки очаровательные глаза и красивые волосы, об этом я пою в песне. Радуюсь, что у меня все получается и стремлюсь вперед». «Я очень серьезно занималась. Мы два раза в неделю ехали из Чедерлунги в Камрад, чтобы позаниматься пением. Брали сразу два урока. Это тяжело для меня было. Потому что такой огромный проект для меня, это было вообще нонсенс». Лидия – она такой разносторонний человек, у нее очень много интересов. И пока что она знает, что у нее главное – это учеба, английский язык. И сейчас ее очень интересует и волнует. Вот она поступила в этом году в художественную школу, и она очень хочет в этом направлении развиваться. А поет она для себя, для семьи, для родных, для близких с удовольствием. «Медан Медиа» запустила новый проект «Таныт гагаузлу», что в переводе означает «Продвигай гагаузию». Через музыкальные клипы организаторы попытались развить мысль о том, что талант детей безграничен. Он не зависит ни от национальности, ни от географии. «Вот эти два детских клипа сделаны были для того, чтобы поставить в центре внимания все-таки детский талант». Проект нацелен на продвижение детских талантов и одновременно имиджа автономии посредством музыкальных клипов, которые пронизаны чувствами любви и патриотизма к родному краю. «Идея возникла после проведения национального конкурса «Игунейшчан-джазы». Талант детей, их голосов, невозможно было остаться на стороне и не принять участие в поисках возможностей для того, чтобы поддержать талант этих детей». Участники проекта впервые задумались о том, что талантливые дети должны быть поддержаны в автономии и стать известными за ее пределами. Они надеются на продвижение проекта и на его поддержку местными спонсорами. «На мой взгляд, этот проект может продвигать не только детское творчество, но и историю успеха в Гагаузии, потому что у нас достаточно много людей, которые занимаются ремеслами, успешны в бизнесе, успешны в какой-то профессии». Первым, кто откликнулся на просьбу поддержать идею, стал один из молдавских политиков. «На уровне даже детей, на уровне вот этих клипов продвигается патриотизм. Я думаю, что это дает оптимизм для того, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне». В завершении презентации участники высказали свои мнения и дали оценку проекту. «Действительно очень приятно посмотреть труд, который волнует, волнительные те события, которые происходят с каждым человеком, они дают некоторый импульс для того, чтобы дальше жить». «У них есть уже какие-то творческие, артистические способности, и я уверена, что если мы поможем им дальше шагать именно по этому пути, который вот у них сейчас на данном этапе есть, то мы в скорости будем гордиться своими талантами». «Я всегда говорю, я как вуз, спрашиваю, а кто это такой? Я говорю, это тот, который голову держит прямо, ровно и гордо». Для участия в проекте были отобраны победители детского конкурса «Гюнеш Чанджазы». В день храма в Гайдарах сельчане организовали поистине настоящий праздник. Жители села украсили свои дома и улицы. Под руководством образцовых хозяев дети развесили шары, организовали выставки ремесленных инструментов и старинных национальных предметов. А на следующий день с раннего утра, как и полагается в храмовый праздник, сельчане собрались на торжественное богослужение в Свято-Успенской церкви. В завершении литургии прихожан поздравил Когульский комрадский епископ Анатолий. «У меня есть награда, наша епархиальная медаль в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Я думаю, что жизнь отца Ильи – это вся жизнь у него была борьба. У каждого священника жизнь – это борьба. И отец Илья, как всегда, одерживал победы в этой борьбе. Так пусть святой великомученик Георгий Победоносец поможет ему и в дальнейшем одержать те победы, которые нужны ему, как настоятелю, которые нужны вам, как его посомок, и которые нужны всей церкви. Ибо победа над грехом, победа над злом – это наша общая церковная победа. В честь праздника и за многолетнюю службу в Православной Церкви в этот день священнику приходского храма Илье Узуну было присвоено звание почетного гражданина Гагаузии. Это первый случай в автономии, когда таким званием был удостоен священнослужитель. Владыка сегодня сказал, что ваш храм стал как жемчужину. Сердцевина этой жемчужины – это отец Илья, отец Николай, которые вместе с вами смогли создать эту жемчужину. К многочисленным их перечислять можно долго. Наградам отца Ильи, который заслужил за свою службу более чем 50 лет. Добавляется еще одна награда. Это светская награда. У него духовных наград много. Светская награда, я своим указом подписал его. Он становится первым священником в Гагаузии, который удостоен почетного звания «Почетный гражданин Гагаузии». И сегодня, с вашего позволения, я вручу ему эту награду. И еще есть одна награда – это почетная грамота Башкана и Народного собрания Гагаузии, отцу Николаю, такой хороший, добрый тандем. Так, как они работают, это действительно, Владыка, вы абсолютно правильно сказали, это пример для подражания всей этой долгии. Ко дню Успения Божьей Матери жители Гайдар готовятся всем селом, поздравляют и чтят своих долгожителей. Ко дню Успения Божьей Матери Конкурсы, выставки, познавательные викторины и спортивные состязания проводят прямо на улице. Активно участвуют в них и дети, и взрослые. Они охотно вспоминают свои традиции, обычаи, восстанавливают в памяти культуру и быт своих предков. По старинному обычаю в этот храмовый день своих гостей и просто проезжающих сельчане встречают на краю села хлебом и солью. Это знак уважения к тем, кто прибыл поздравить жителей села с этим праздником. Одними из многочисленных гостей села стали жители молдавского села, приехавший по приглашению примара Гайдар. Уважаемые гости, мы вас приветствуем на Гайдарской земле. Село Гайдар – это самое знаменитое село в Гагаузии. По-моему, даже в Молдове самое знаменитое. Такое села никогда не найдете. Вечером праздник села Гайдар продолжился народными гуляниями. Вечером праздник села Гайдар